Ну что ж, друзья, продолжаем тему подростков. Мы старшее поколение, мы любим понудить, поворчать. Я отличаюсь немножко от большинства тем, что у меня есть конкретное предложение. И когда-то о нем, если к тому времени мы еще будем способны, как самостоятельное государство, в чем я уже сомневаюсь, то мы перейдем именно к этому, о чем я сейчас буду говорить. Берем крайности. Вот одна из них. Значит, известный, мы о молодежи, своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, про теорию Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, не нужно учиться быть мамами. Так, к сожалению, я всегда, часто подношусь к иронией где-то с критикой именно к РПЦ, Российской православной церкви. Знаете почему? Уровень образования у них бывает недостаточный. Вот, наверное, всем хорош один из, так сказать, глав церкви, Патриарей Дмитриев, всем хорош. Наверное, он искренне верующий. Наверное, он хочет добра, и в том числе девочкам. Он не знает только одного. Он не знает, что разделение на мальчиков и девочек полного не произошло. Полного, стопроцентного. Вот. В организмах мальчиков есть так называемые женские гормоны, а в организме девочек есть мужские гормоны. Это делает поведение, причем у каждого индивидуально. Разнообразие такое, что мы-то и получаемся умные девочки, тупые мальчики. И это есть сильные девочки, слабые мальчики. И это есть слабые, инфантимные. Вот. И наоборот. Помните, как это Геракл по преданиям осеменил 40 девушек? И это есть. Получается огромное разнообразие. И разделение произошло, но до конца не произошло. Отсюда наличие в среде, казалось бы, странно, но геев, лезвиянок. И еще есть. Сейчас намного шире сейчас стало тема незапретная. И вот протеорей Дмитрий Свернов хочет всех девочек. Допустим, они не ходят в школу. Они хотят быть мамами. Не все хотят быть мамами. Многие хотят быть социальными людьми. Мамами тоже, но в вторую очередь. В них превалируют в женском организме мужские гормоны. Они же и приносят свои плоды в виде, так сказать, повышения. То есть, чем больше мужских гормонов, тем выше интеллект. Но еще раз говорю, сразу оговорю. Мужские и женские гормоны название тоже условное. Мужские отвечают просто за ум, за физическую силу. Женские, ну, сами видите, какие женщины они есть. Всех отменить, ходить в школу, уже девушек, это до многих трагедия. В данном случае Свернов совершил своим этим рассказом страшную глупость. А вот если бы это было добровольно, допустим, не до конца его экстремизм вот этот, а частичный. Например, отучились, ну, лет, например, восемь. А потом все, считать, что она полноценная, и все дальше никто не должен заставлять никуда идти. Ни в институт, ни в техникум, никуда, ни в колледж. Вот. Или, может быть, ну, хотя бы шесть классов. И чисто девушки, которые предназначены для материнства. Вот. Я их делю всегда условно на женщин-матерей и женщин. Да, не лесбиянок, нет, вы не так поняли. Женщин, женщин, женщин. Вообще, ладно, мы потом чуть ниже об этом поговорим. Ну, пока, ладно, скажу. Амазонок. И вот, пойдем мы с вами дальше. После того, когда поняли, что двух одинаковых девочек не бывает, одной суждено стать матерью, и ей действительно не нужно ничего, кроме четырех действий, то ей им нужна арифметика, да. Зарплату можно считать, чтобы не это, не все отдавал. Итак, девочки старших классов. Ямба и хореи. Вот. И война, и мир. Знаете, об чем я... Мы учились понемногу. Вот. И я всегда удивлялся, зачем нам вот эта долбанная вот эта вот самая программа еще моей. Это старая программа. Вот. Зачем было стихи, волшебные стихи. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Вот. Помните? То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дети. Зачем было препарировать? Зачем? Что нам это дало? Мы теперь знаем, что такое хореи. Ну, сложная стопа с ударением на первый суток. Запрошли мы это сами. Получил то двойку, то тройку, то пятерку. Зачем? Война и мир. Да, в школе проходили войну и мир. Я читал... Толщина какая у книги. Я читал только батальные сцены. Только. Девочки, которые сидели рядом, за моей партией рядом, читали только про любовь этой же Наташи Ростовой. Не интересовали их батальные сцены. Я тогда уже думал, а что мы делаем в одном классе-то? Нас надо делать мужчин, воинов. Дело в том, что, когда опять показывают по телевизору, довольно часто, вот, двое-трое мерзавцев бьют ногами лежачую женщину, а мужики проходят мимо. Они уже не мужики. Вот. Это их уже надо вот сюда. Не нужно ходить в школу. Только что они это. Потому что школа, она нахрен не нужна такая. После которой мужчинами не становятся. Вот. Ладно. Смотрим. Внимание. Дело в том, что ниже в этом фильме, или в следующем, я подвергся жесткой критике одной из дам. Видите, как я показываю только половину фотографий. Критике одной из дам, которые утверждают, что если девушки не будут изучать логарифмы, то все, они вырастут тупые. И самое главное, что они родят тупых детей. Ну, спорный вопрос, причем я с ней совершенно не согласен, но это постепенно мы к этому подойдем. Итак, значит, когда я учился в школе, извините, я хоть и вроде современный человек, и пытаюсь понять, почему себя так ведут, а как-то неправильно, не то, я вспоминаю свой школьный класс. Значит, учительница биологии говорит, вот это вот пестик, а вот это тычинка. Речь идет, ну, там, например, о яблоне. Вот. И вы знаете, класс, как девочки вот так вот держат себя за щеки, а щеки пунцовы от стыда при слове пестики тычинка. Заметьте, пестики тычинка. Вот. А мальчики ще-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот я так изобразил. Вот это был предел, так сказать, развращенности. Внимание, современная школа. Мужики, любуйтесь, представляю такое возможность для вас. Вот. Хотя этого добра в интернете полно. Я уже не это Это трагедия страшная Вот Понимаете Я их знаете как называю Я тут не написал Ну короче Девочки бляди Они такие есть Они рано вступают У них нет стыда Они рано вступают в сексуальные отношения Трагедия начнется для них потом Болезни, аборты Вот это дурочки Лови момент называется И вот получается К чему я говорю Уж нахрена их И с них и вот эти не получится Вот эти вот Хотел бы чтобы они должны учиться быть мамами Вот Когда-то многие из них станут мамами Бедные дети которые родятся от них Ну вот Ну это ладно Но главное вот видите школьная доска Кушаем то вот это вот А сейчас Это тоже проходит Только уже не два понятия А пять Там еще Что там творится Это современная школа Несколько дебилов создали эту программу Вот А в результате вырастает вот это вот Вот это вот Поняли да А тогда я Я сказал Я не только критикан Внимание Я сейчас программу Для этого Даже для этих Понимаете почему Им же тоже нужны дипломы Вот А по этим дипломам Сейчас должно быть не так ЭГМ Лучше бы конечно Не было бы подлых этих самых Ну то есть не было бы отношений Деньги и диплом А на самом деле вот У них У нас пять процентов мозга работает А у них по-моему один И тот нижний Так вот Значит Не я это Я с удовольствием смотрю на эту картинку Спасибо Я мужик Вот Другое дело Что я наполовину мужика А на другую половину Я человек с опытом Я знаю куда мы катимся И вот получается следующее Даже для них Если сделать обязательно все И чтобы они боролись за каждый балл Школьный экзамен Иначе им в жизни больше ничего не светит Вот именно вот по такой программе Вот Пускай показывают Галь задницы Мне нам приятно смотреть Но Надо сохранить Эти задницы здоровые А многим из них грозит Как минимум геморрой Вот Так Сейчас прошу прощения На секунду Сережа Я сейчас доснимаю фильм 20 минут Перезвоню Ладно Не срочно Я не смогу Я Молодь себя чувствую Вот Немножко сбился с курса И поэтому я предлагаю такую программу Еще раз говорю При условии жесточайших экзаменов Исключающих Эти Дипломы за взятки Вот Тогда все эти девочки Они потом спасибо скажут Потом Программа Железова Для Девочек Итак 10-11 класс Раздельное Образование Все Вот Поехали Про девочек Итак Домоводство И подготовка К материнству Даже этим Все равно Рожать Поддомоводство И подготовка К материнству Пример Сдачи Экзаменов Борщи И прочее На школьной кухне Представьте Что в школе Готовят Это самое Дети Дурака Валяют На уроках Делают Кто спит Кто Это А то Что дает Учительное сознание Они нахрен Не нужны Представим Себе Что пришел Сегодня Это Работа на кухне По очереди Кто-то на кухне Итак Выпускные экзамены Выпускной вечер Только в школьной столовой С родителями И Вручение Диплома повара Настоящего Диплома Настоящего Вот Хватит Два года Они Они не дурочки Вот Просто У них Это Сейчас мысль О другом Итак Шитье На швейных машинках Вручную И диплом Швеи Мотористки Знаете Почему это надо Особенно вручную Потому что Это Развивает Мозги Когда-то Мы вернем На пьедестал Энгельса С его утверждением Что Рукоделие Повышает Развивает Развило Атчайство И сделало Вот таким Какой Деградация Вот эта Это уже потом Вот Итак Получаем Закончили Один из классов Лучше бы Десять Ну раз Действительно Вот такая Надо Такие вот Дипломы Иметь И Так сказать Это Путь В Возрослую Жизнь И так Диплом Второй Тоже не Помешает Хочешь И Хочешь Шеи И Наконец Самое Важное Из Приобретаемых Школе Профессии Курсы Медсестер У нас Сейчас Я Пытаюсь Обосновать Свои слова У нас Сейчас Это Выглядит Так У нас Сейчас Это Лежит Человек Истекает Кровью А если Артериальная Рана Значит В кровь Фонтаном Вокруг Стоят Кто-то Вызывает Скорую А человек Умирает Вот И так Курсы Медсестер Случай Из моей Личной Жизни Когда Когда Хотели Человеку И то Что Касалось Меня В какой-то Степени На меня Уже Потом Когда Человек Перелом Сломал Шейку Бедра Вот А его Как его Транспортировали Это Ужас Вот Это И есть В современной Жизни А как Надо Так И Суся Каждый Человек Мужчина И женщина Особенно Должны Это Знать Хотя Бы Женщины Сколько У нас Это Трагедии Из-за Того Что Разбитая Машина Упал Человек Разбил Голову Никто Не знает В лучшем Случа Вызвут Скорая Которая Может Приехать Поздно Дальше Девочки Самооборона Для вас Почему Потому что К сожалению Защитить вас Современные Мальчики Молодые Мужчины Не могут Их самих Защищать Надо Что Такое Самооборона В двух Словах Школа Закупает Манекены Такие Двухметровые Мужские Резиновые И не Надо Заниматься Всякой Херней А очень Большой Процент Времени Нужно Бить 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 По Яйцам Которые У них Там Тоже Где-то Манекенов Имеется Пусть Резиновая Бить В глаз Потому что Когда-то Вы Погибнете Или будете Изувечены На части Разрезы Только потому что У вас страшное Оружие Если вы Вот этот Палец С этим С искусственным Ногтем Страшное Оружие Ткнете В глаз Вы спасете Свою жизнь И еще Много чего Еще Вот это Обязательно Что же Это за страна Такая Все больше Нам говорят У нас Меньше Преступность Это По телевизору Когда говорят Докладывают Президенту А в это время Люди сидят Пирса Падает Девочка В воду Кидается Один Тринадцатилетний Мальчик Спасает Взрослый Они один Не прыгну Руки Протянули Протянули Чтобы Вытащить Но Нож Замочить Ноги Они не стали Нырять Не стали Тринаследие Да Ему Конечно Потом Сказали Вручат Да Он На всю Жизнь Теперь Герой Вот И девочка Спасена Но взрослая Это Кто Это Холодно Воды Испугались Вот Плавание Создачный Норматив Каждый Ребенок Даже Если у него Помните Как эти Дети Инвалиды Мировые Рекорды Ставят Даже Если Инвалид Руки Нет Ноги Нет Плавать 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 Ну И девочки Все таки Мальчики Мальчиков Тоже Должна Быть Самооборона Причем Более Жесткая Мальчики Должны Иметь Такой Уровень Подготовки Для Уличных Драк Что Никому В голову Не придет Подойти Обозвать Подойти Украсть Подойти Оскорбить Подойти Ударить Так Взамен Прилетит Сразу Сломанный Нос Сломан Челюсть Вот Каждый Мальчик Так должен Говорят Нельзя Что вы Они же Тогда Еще Больше Будут Драк Но Дело В том Друзья Что Да У нас Половина Страны Вторая Половина Мужчин Оружие Лежат В сейфах Но Мы же Не ходим Не стреляем Никого Вот Вот Это Обязательно Надо И Еще Не все Сказал Это Девочек Касается Художественная Гимнастика Это важнючий Момент Уже Важнее Ничего На свете Не может Быть Почему Они Большинство Из них Ну Из 198 Да Все Захотят Иметь Летающую Походку Вот Стройность Посмотрите Как выглядят Наши Эти Гимнастки Как выглядят Наши Эти Самые Танцорши Классические Ну Как Классические Профессиональные Все Дети Должны У станка Все Девочки У них Отдельное Никаких Этих Самых Общих Дурацких Этих Самых С прыжками Через козел И козел Нужен Это Через который Прыгать Но все Таки Главное Это Станок И Все Должны Все 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 И сюда Входят И танцы 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 Они должны Все Танцевать Пластика Это Главное Есть Это Важнее Понимаете Это Важнее Чем Вот Повезло Некоторым Имеют Встроенную Фигуру И Симпатический Зад Ну Вот Может Они И ходят В художественную Школу Кто Их знает Спортивную Может Потому Что Сильно Подтянуто Выглядит А Может Это Дань Этого Самого Молодости Расплывутся Через Несколько Лет Но То Что Они Выйдут Со школы Подтянутая Это Навсегда Останется Эта Походка Это Горделивая Это Плечи Грудь Вперед Чего я вас Убеждаю Это Должно Быть Ну Почему Чем Нас Думают Эти Самые Сейчас Новая Команда Пришла В Минпрос Боже Мой Я боюсь Что Эти Памперсники Кто Вырос В памперсах Они Никогда Не будут Настоящим Усеной Какие Там Сорок Девушек Осименить Как Геракл Вот Знаете Уже в советское время Извините За такие Я Что хочу То говорю Я блогер Уже в советское время Ходила Вот Эта Шутка Буквально Каждый Ко мне На заводе Подходил К констерности Хочешь Слышь Что Хочешь Слышь Что Вот Заметьте Я запомнил Дата Круглая Мужчина 1980 Вот Две Бутылки Мало Одной Женщины Много Это Это еще тогда Это 40 лет Прошло А уже Тогда Ведь это Шутка Не зря И все Смеялись Не зря Уже Тогда Это Была Проблема А Сейчас После Памперсов Из-за Которых Яички Не развивались Все эти Годы Пока Памперсы Расте А сейчас У них Уже Мозги Не те Потому Что Если Памперсы Из-за Них Самые Важные Годы Жизни По Фрейду Прошли Памперсах Он Не знал Про Памперсы Он Открытие Это Сделал Вы понимаете Что Сексуальное Развитие Идет С первого Дня Жизни С первого Дня Зачатия А не Потом Когда Ломка 13-15 Лет Итак И еще Вы видите Это Почему Девочки Заканчивают Школу Получая Аттестат Зрелости Зрелости Не имеют Удивительского Соверения Тогда Они еще Должны Их Получить Вот Такая Современная Школа Одни На Гимнастику Другие На Учебный Автомобиль На Другой День Наоборот Третий Значит Плавать Потом Все Это Меняется Физическое Развитие Важнейшее Им Рожать Детей Вот Эти Вот Я уже Боюсь Таких Детей Здоровых Уже Не родят Не смотря Что Выглядят Очень Даже Симпатично И Наконец Если Придет Преподавание Биологии Она Должна Подразумевать Что Ребенок Мужчина Девочка Мальчик Ну Мы сейчас Про Девочек Большую Часть Жизни Должны проводить На свежем воздухе Квартиры С которых Не выходят Улицы Пусты Спортивные Площадки По Саногорску Все Пусты Никого В каждом Дворе Площадки С этими С турниками Еще Еще И этими Появились Тренажеры Часы Смотрят Дни Ни один Не садится На тренажеры Их нет Они дома А здесь Сад И вы Представляете Что Хочешь Не хочешь Вольно Не вольно А диплом Получать Надо И случай Такой Не упустим Любой Узрослый Скажет Даже вот Такой Вот Девочки Бляди Извините Это они Заслужили Вот этим Всем Такое Название Девочки Бляди Даже Им Родители Скажут Ты что Один Диплом Второй Диплом Третий Водительский Четвертый Диплом Это я только Пока Пятая Пять Дипломов Да ты что Ты Сегодня А завтра Я заболею Я не смогу Тебя обслуживать И куда Ты пойдешь Два Варианта Проститутки Или Все таки Чем ты сможешь У нас есть Водители Таксисты Женщины Вот Диплом Садовода Огородника И биология По железу Если Обучить Расти деревья Она поможет Чтобы Прокормил Прокормил Сад Прокормил Огород Вот что Надо Садовод Огородник Сегодня так А завтра Так После завтра Она развалится Потому что Дебилизм Растет Вот Ну и сейчас У меня осталось Пять минут Примеры тем Из биологии Береги здоровье С молоду Женские болезни Аборт С просмотром Видео Девушка Которая Увидит Это Крупным планом Подробнее Не буду Говорить Вот Попробую Даже пьяную Заставь Это самое Задрать юбку Как вот Выше Фото Быстрого Алкоголизма И курения Все это Надо Вообще В школе Надо проходить То что Как Это самое Просто функция Организма Все И как растет Как развивается И что такое Жировой пояс Жировой пояс Девочке нужен Не мучайте себя Доводя до болезней Жировой пояс Это защита От этого От травм И ваших И ваших детей Девочки Геморрой От того Что мало двигаетесь Первое Что мало двигается А потом Все остальное А потом уже Лечение А потом Значит Это Ну Мечтать Не вредно Садоводство По железу И что варим Борщ Ну то Что в саду Вырастешь Вырастешь Принесешь На это На опускной Вечер Морковку Свеклу Все Сварили Борщ На всех Эти Там Допустим Тридцать Учеников Тридцать Девочек Тридцать Родителей Вот Сидит На выпускном Вечере Где В столовой Школьной Где Вот И тогда Вручается Диплом Я не шучу Так надо Вот это Девочке Повезло Это Моя внучка Общий Вывод Заканчиваю Уже Многочасовое Просиживание За партами И дома Страшный Вред Здоровье Застой В области Таза Будущих Матерей Кто Об этом Знает Да в школе Долбите Детей Эй Вы Начальники Меньше Просижение За парты С дебильными Программами Особенно Современной Биологии Математика Для девочек И больше Движения На свежем На свежем На свежем воздухе Сами Сами здоровее И дети Здоровые Вот Ну что На этом Закончим А потом Будет Следующий Фильм Вот Все таки Потому что Сайт Сайт С детьми Непонятных Непереводимых Это дурь Вместо того Чтобы просто Научить Просто Научить Чтобы наши Дети Были Вот Такими Вот Опять Показать Фотографии Тех Трех Девочек Они Уже Упущены Но Жизнь Заставит Их Кто-то Вдруг Включится Программа Выживания Посмотрим Но Начинать Нужно С этого Раздать Людям Землю Раздать Людям Землю А Поэтому Я уже Учу 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 Полторы Тысячи Только Фильмов Конечно Всем Это Не Осирить Но Есть Азы Основы Есть Мои Книги Учебные Вот Есть Эти Самые Вот Видите Это Я Вышлю Вот Видите Там Листочек С Адресом И Фамилией Вот Это Я Вышлю Вот Есть Книги Есть Диски Учебные Есть Да Все Наше Время Истекло Да Вы Сами Понимаете О чем Сейчас Отклются Видео До Свидания Друзья До Свидания Надеюсь Что Я Не Зря Прожил Жизнь В Отличии От Министра Просвещения Продолжение